Всем привет! Это вторая часть о постройке четвертой поворотной оси для моего станка. С предыдущего ролика прошло порядочно времени, поэтому напомню, что корпус для оси изготовлен из сваренных между собой деталей, изготовленных на этом же станке. Вал и патрон взяты из самодельного токарного станка, который я делал раньше. Подшипники роликовые, радиально упорные. Для начала закроем вопрос с квадратными шкивами. Пока что это просто две квадратные заготовки, одна побольше, другая поменьше. В той, что поменьше, нужно сделать четыре отверстия на боковых гранях и нарезать в них резьбу М8. Закручивая самодельные гужоны из шпильки, мы фиксируем шкив на валу. Крутящие моменты будут не очень большие, так что такой системы будет достаточно. Еще четыре отверстия просверлил на верхних границ заготовки. Через них буду сваривать две заготовки в один шкив. Кстати, шкивы квадратные, потому что квадрат проще вырезать болгаркой из листа. А сам периметр печатаем на 3D принтере. У такого подхода есть несколько преимуществ. Во-первых, непосредственно с валом контактирует более крепкий и точно обработанный материал. В данном случае это сталь. Во-вторых, уменьшается расход пластика и время печати. В-третьих, такие детали в форме кольца меньше подвержены отлипанию от рабочего стола при печати. Ну и к тому же при натягивании такого обода можно минимизировать осевые биения шкива. Размеры внутреннего квадрата обода немного меньше, чем у стальной середины. Посадка подгоняется обычным ножом. Меньший обод будем надевать уже при полной сборке. Для крепления двигателя нужно изготовить вот такую деталь. Квадратный карман и круглая выборка посередине. Можете обратить внимание на траектории обработки. Фреза сразу заглубляется на 10 мм по спирали и также по спирали начинает расширять отверстия до нужного размера. При такой обработке работает почти вся длина режущей кромки и суммарный износ фрезы уменьшается. К тому же радиус контакта инструмента с заготовкой небольшой и постоянный. Основная часть тепла при этом отводится со стружкой, а фреза и заготовка остаются относительно холодными. Да еще и струя воздуха охлаждают зону резания и выдувают стружку. Поэтому можно увеличить обороты шпинделя и подачу. А здесь фреза поднимается и начинает понемножку делать из круга квадрат. Сначала намечает углы будущего квадрата, а потом постепенно делает их более острыми. Стружка получается красивая, фиолетовая, но с фрезой все нормально. В следующий раз нужно использовать другую стратегию сверления с ломанием стружки. Немного не до конца дорезал, зато забавно щелкает. По-моему это называется поп-ит, только стальной для настоящих мужчин. Эта оставшаяся фольга легко срезается строительным ножом. Еще два отверстия для системы натяжения ремня. И теперь везде нарезать резьбы. А в этой заготовке нужно вырезать пазы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Самое главное все ровно приварить. Как видите у меня получилось. Теперь верхняя крышка с держателем ключа. Продолжение следует... А вот такое биение патрона у меня получилось. Выходит где-то полсотки. Чтобы наметить отверстия ровно по центру, воспользуемся маленькой хитростью с 3D принтером. Пару слов о двигателе. Крутящий момент 4 ньютона на метр. В задней части находится энкодер на 1000 делений для определения текущего положения вала. В микро шаг я выставляю тоже 1000 шагов наоборот. Покрасил краской 3 в 1 и собираю окончательно. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это защита от стружки на передний подшипник. Субтитры сделал DimaTorzok А вот цельно напечатанный шкив мне не нравится. Он конечно прокручиваться не будет, на валу есть лыска, но его геометрия мне не внушает доверия. Есть небольшие радиальные и осевые биения. В любом случае 3D модель у меня есть. Может как-то вырежу его из алюминия. Ремень между шкивами меняется в течение минуты. А вот преимущества энкодера. Я двигаю вал двигателя в разные стороны, но он стремится удерживать заданное положение и возвращается назад. Кстати, если двигатель забуксует и не отработает по программе, то он отключится и выдаст сигнал ошибки, который можно использовать для остановки всего станка. Вот и первое движение. Померяем максимальные обороты. Это важно для возможности токарной обработки на такой оси. При передаточном отношении 1 к 6 максимальные обороты почти 500 оборотов в минуту. На передаточном отношении 1 к 1,2 обороты почти 2000. В принципе, меня устраивает. У кого есть маленький токарный, напишите в комментариях, какой диапазон оборотов вы обычно используете. В конце хотел вставить кусочек работы этой оси. Решил потренироваться на кусочке пенополистирола. Но на максимальном врезании фреза проворачивала заготовку и вырезать ничего у меня не получилось. Хотя, как по мне, совместная работа четырех осей сама по себе выглядит неплохо. Все равно я собирался делать отдельное видео с красивыми примерами обработки в четырех осях. Ролик у меня выходит нерегулярно, поэтому, чтобы не пропустить, прожмите колокольчик. А для продвижения видео поставьте лайк и напишите комментарий. Всем пока!